Здравствуйте, ребята! Прежде чем мы приступим к изучению нового материала, ответьте, пожалуйста, на следующий вопрос. Как связаны между собой следующие величины? Скорость и время нахождения в пути автомобиля при заданной длине пути. Цена и количество приобретенного товара при заданной сумме денег. Время выполнения работы и производительность труда при заданном объеме работы. Да, в каждом из этих случаев при увеличении одной величины в несколько раз, другая уменьшается во столько же раз. Такую зависимость называют обратно-пропорциональной. Сегодня мы рассмотрим свойства такой функции. Обратной пропорциональностью называется функция, которую можно задать формулой вида у равно к деленное на х, где х независимая переменная и к некоторое, неравное нулю числу. Область определения. Областью определения функции у равно к деленное на х является множество всех чисел, отличных от нуля, так как выражение к деленное на х имеет смысл при всех х, неравных нулю. Построим график функции у равно 4 деленное на х. С учетом области определения выберем несколько значений аргумента и составим таблицу значений функции. Я напоминаю, что нам нужно с вами вместо х формулу подставить значение и найти значение функции. То есть мы получаем у равен минус 1,2. Аналогичным образом найдем и все остальные значения. Отметим на координатной плоскости полученные точки и соединим их плавной линией. Графиком является кривая, состоящая из двух ветвей. График обратной пропорциональности называется гиперболой, что в переводе с греческого означает переход, избыток, преувеличение. Обратите, пожалуйста, внимание, что ветви гиперболы в данном случае располагаются в первой и третьей координатных четвертях. Ну и также обращаю ваше внимание, что ветви гиперболы симметричны относительно начала координат. Пунктирными линиями соединены с симметричной относительно начала координат точки. Поэтому достаточно построить по точкам одну ветвь гиперболы, а вторую построить симметричную. Перечислим свойства функции. Как мы уже сказали, областью определения является объединение двух промежутков от минус бесконечности до нуля и от нуля до плюс бесконечности. В этом случае мы видим, что график функции не пересекает ось ординат. А поскольку ни при каком х значение у не равно нулю, то график не пересекает и ось абсцисс. А значит, множество значений функции будет тоже объединение двух промежутков от минус бесконечности до нуля и от нуля до плюс бесконечности. Но, а так как нет точек пересечения с осью абсцисс, то нет и нулей функции. Промежутки знака постоянства. Напоминаю, промежутки, на которых функция принимает только положительные или только отрицательные значения, называются промежутками знака постоянства функции. В данном случае у нас функция принимает отрицательные значения на промежутке от минус бесконечности до нуля. А положительные значения на промежутке от нуля до плюс бесконечности. Промежутки монотонности функции Функция убывает на каждом из промежутков От минус бесконечности до нуля И от нуля до плюс бесконечности Так как с увеличением значения аргумента Значение функции уменьшается на каждом из промежутков У нас есть разрыв, поэтому мы не можем сказать, что функция у нас убывающая Мы можем только утверждать, что она убывает на каждом из промежутков Построим график еще одной функции Игрек равно минус 2 деленное на х Вы обратили внимание на то, что коэффициент К мы взяли уже отрицательный Действия наши будут аналогичны предыдущему Сначала мы построим таблицу значений Отметим полученные точки на координатной плоскости Плавными линиями их соединим Итак, мы получили гиперболу Но ветви ее в данном случае уже располагаются во втором и четвертом координатных четвертях Свойства следующие Область определения Все числа кроме нуля Множество значений функции Также все числа кроме нуля Нулей функции нет Функция у нас принимает положительное значение на промежутке от минус бесконечности до нуля И отрицательное значение от нуля до плюс бесконечности Ну и функция возрастает на каждом из промежутков От минус бесконечности до нуля И от нуля до плюс бесконечности Мы рассмотрели два случая Но они будут являться также общими Для всех функций Вида у равно к деленное на х С учетом положительного или отрицательного коэффициента Итак, в первом случае мы можем сказать, что функции, у которых коэффициент будет отрицательным Они будут обладать следующими свойствами И функции, у которых коэффициент будет положительным, k Будут обладать такими свойствами Мы с вами рассмотрели свойства обратно-пропорциональной функции Сейчас разберем несколько примеров Итак, является ли функция обратной пропорциональностью? Первая, да, является, так как функция имеет вид У равно k деленное на х, где k 0,7 В этом случае нет Так как переписав формулу в виде у равно 1 треть умножить на х Мы имеем линейную функцию В третьем случае является, так как функция Имеет вид у равно k деленное на х, где k равен минус 1 В каких координатных четвертях расположен график функции? Мы уже с вами обратили внимание на то, что расположение графика функции зависит от коэффициента В данном случае 5 у нас больше 0, значит график функции будет расположен в 1 и 3 четвертях Во втором случае коэффициент у нас равен минус 12, меньше 0, значит график функции расположен во 2 и 4 четвертях Следующее задание Какие из следующих функций принимают отрицательные значения для х, принадлежащих промежутку от минус бесконечности до 0? Воспользуемся схемкой На рисунке у нас изображены функции В синей линии отмечен график, когда коэффициент k у нас положительный В розовом отмечен график, когда k у нас отрицательный Мы видим, что на промежутке от минус бесконечности до 0 функция должна принимать отрицательное значение То есть находиться в третьей четверти график должен быть А в этом случае у нас коэффициент будет положительным Значит нам не подходит третий случай По графику обратной пропорциональности y равно k делить на x Определите коэффициент k Для решения нам понадобится с вами выбрать любую точку на графике В первом случае давайте возьмем точку 1,1 Ее координаты мы подставляем с вами в формулу И получаем уравнение 1 равно k деленное на 1 Откуда k равно 1 Во втором случае возьмем точку 2,4 Координаты также подставляем Получаем уравнение 4 равно k деленное на 2 Отсюда k у нас равно 8 Обращаю внимание, что если мы имеем несколько функций То график функции, у которой коэффициент k меньше Будет располагаться ближе к осям координат На координатной плоскости Мы рассмотрели с вами сегодня тему Свойства и график функции y равно k деленное на x Желаю вам в дальнейшем успехов в учебе Спасибо за внимание